Здравствуйте, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат в медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастрокниги, и еще более прекрасной книги «Схема лечения». Сегодня мы снова с вами встречаемся, чтобы обсудить самые важные и наши наболевшие вопросы, связанные с пищеводом, желудком, печенью, кишечником и вообще всей пищеварительной системой, ну и, конечно, питанием, которое с этим связано. Сегодня речь пойдет, конечно же, про микрофлору. Это та еще система, которая находится у нас в организме, про нее сейчас много чего интересного говорят, ну и поводом нашей сегодняшней встречи послужила очень интересная серия исследований, которые проводились и в Испании, и в Штатах, в Пенсильванском университете. Поэтому я сегодня кратенько расскажу о том, как вообще проверить микрофлору, как улучшить микрофлору, какая связь у микрофлоры кишечника и мозга, на что это влияет, и почему иногда нам не удается заниматься спортом, и мы все время бросаем эти занятия, и как на этот процесс влияет микрофлора вообще-то. Это, казалось бы, совершенно неочевидная вещь, микрофлора и желание заниматься спортом и не заниматься спортом. Мы же знаем, что многие люди, они просто бросают заниматься спортом, и этот абонемент в фитнес-клуб лежит там годами, пока не закончится. И оказывается, в этом многие кишечные бактерии виновны или, по крайней мере, причастны. Так вот, последние годы все говорят о важности создания и сохранения здорового кишечного микробиома, ну, микробиома или микрофлора в кишечнике, и говорят о том, что надо бы создать нам какой-то желудочно-кишечный рай, в котором бы были все необходимые микробы и как-то восполнить их количество, и желательно, чтобы полезных было там побольше, побольше и побольше, хотя про избыток обычно все забывают. И больше об этом, конечно, говорят производители добавок и перебиотиков. Ну, а вообще-то, возможно ли создать такой микробный рай в кишечнике? Теоретически, да, практически тоже, но немножко трудоемкая история. Суть проблемы заключается в том, что исследователи не всегда сходятся во мнении относительно того, как лучше проверять вообще микрофлору и как лучше определять, какие там виды бактерий существуют, и какие именно виды в совокупности создают нормальный так называемый микробиом, или нормальную здоровую микрофлору. И о том вообще, как это к условно-конкретному здоровому человеку относится. И вот на недавней конференции выступал профессор Пурнак Шаяп из клиники Мэйо, он профессор медицины и физиологии, весь город в Миннесоте, мы с ним тоже обсуждали этот вопрос. В общем-то, в кишечнике и вообще в желудочно-кишечном тракте, не только в кишечнике есть микробы и микрофлоры, обитает больше 100 триллионов видов организмов, и исследователи обычно их и изучают. Изучают, какие там микробы, как они связаны с диетой. Например, одна диета лучше влияет на эти виды микробов, другая на другие виды. Как они вообще связаны с функциями кишечника и желудка. Какие-то микробы, например, стимулируют кишечник, какие-то, наоборот, ослабляют его функцию. И хотя эксперты по микрофлоре человека сходятся во мнении, что чем больше и разнообразнее вся эта микрофлора, тем лучше и, соответственно, тем здоровее будет человек. Но индивидуальное количество микробов, оно все-таки может варьироваться. То есть, не только количество, но и соотношение этих микробов определяют здоровье каждого человека. Например, может быть, 2 грамма кишечной палочки у одного человека, ему хорошо. А у другого человека 1 грамм кишечной палочки, ну, еще 1 грамм стрептокока, допустим. И вот вместе это соотношение дает нам новую функцию и улучшает состояние здоровья. При этом они оба могут выглядеть одинаково и чувствовать себя прекрасно. И поэтому проблема заключается в том, что это не просто отдельные, конкретные лактобактерии или бифидобактерии. Это целая некая система, как экосистема. И поэтому каждый компонент этой экосистемы в любом случае будет оказывать некое влияние на самочувствие человека, на функционирование его кишечника. И один из известных специалистов по микрофлоре, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии и гипотологии в университете Миннесоты в Миннеаполисе, Леви Тайген, мы с ним тоже обсуждали этот вопрос, и он много публикаций имеет по этой проблематике, говорит, что, конечно, диета, она помогает сформировать микробное сообщество в долгосрочной перспективе. То есть, если ты регулярно питаешься и используешь те или другие продукты, которые на микрофлору как раз влияют, то это прекрасно, но в моменте тебе никакого эффекта и улучшения не даст, а только на долгосрок это будет оказывать влияние. А вот краткосрочные вмешательства в питание, например, пятница или какой-нибудь день рождения, праздник, юбилей, вечеринка, они очень мало влияют на микрофлору. Очень мало. То есть, даже если ты один раз нарушил питание, то это не сильно ухудшит твою микрофлору, если ты делаешь это постоянно, ежедневно, или используешь какие-то продукты, которые влияют на микрофлору. Потому что тогда долгосрочный результат как раз и нарисуется. И когда Тайген исследовал микрофлору, он пришел к такому выводу о нынешней полезности множества тестов, которыми сейчас проверяют микрофлору. Но есть у нас рутинный тест на дисбактериоз, который не самый лучший вариант на самом-то деле, и показывает только очень маленькое количество микробов. На Западе он вообще не распространен. И поскольку это все-таки экосистема, то очень важно в целом ее определить состояние, и поэтому сегодня используются два наиболее частых метода. Это амплификация микробиома и шотган. Это два таких метода, которые используют, чтобы определить, какой именно состав микрофлоры реально у человека есть. Но с одним важным уточнением, и Тайген об этом как раз и говорил, что микрофлора, она может изменяться во времени. То есть мы, конечно, можем проверить ее здесь и сейчас, но при регулярном на нее воздействии со временем она может измениться. И на это влияет множество внешних причин, ну и внутренних, например, диета или иммунная система. Поэтому могут поменяться, и поэтому важно и здесь и сейчас проверять, и в долгосрочной перспективе тоже эту историю контролировать. Ну, подход, например, с использованием тестов, которые делают амплификацию генома, он связан на том, с тем и основан на том, что берут гены, которые есть у бактерий, а именно из 16Р и РНК, и определяют по этим генам, к какой бактерии какие гены относятся. И таким образом составляется целая картинка вообще всей микрофлоры. Этот метод не очень затратный по деньгам, если смотреть, но у него есть одно преимущество. Даже если какие-то микробы в мизерном количестве содержатся, он все равно их проверит и определит точно. Есть второе метод исследования, это секвенирование шотган, в котором определяется не РНК, как генетический материал бактерий, а ДНК. То есть разные места, где хранится генетическая информация бактерий, определяются. И вот эта ДНК в рамках шотган-секвенирования, она секвенируется индивидуально для разных бактерий. При этом шотган-метод может пропустить бактерии, которые в небольшом количестве содержатся в микрофлоре, но при этом он очень точно и практически идеально точно определяет те виды, которые в большом количестве содержатся. Причем с высокой детализацией. И оба этих метода, они используются для того, чтобы охарактеризовать всю микрофлору в кишечнике. И самое главное, понять ее еще активность. Потому что микрофлора может, например, не проявлять никакой активности. Но что тот метод, что другой метод? Они пока еще не учитывают, как эти виды микробов взаимодействуют друг с другом. Например, будут там два дружелюбных микроба, которые оказывают положительное действие на какой-то процесс в организме. Или, например, будут два вида микробов, которые противоположное действие оказывают, и в итоге их эффект сведется к нулю. Поэтому это очень важный момент, который называется по-научному функциональная избыточность. То есть, есть много разных видов, которые делают одну и ту же работу в кишечнике. И поэтому не обязательно привязываться к какой-то конкретной бактерии, потому что несколько бактерий могут одну и ту же работу выполнять. Но профессор Кашьяб, он, конечно, подчеркнул еще один момент, который на сегодняшний день в исследовании микрофлоры очень важен. Поскольку микробов слишком много, и работу они выполняют очень разные, то вот здесь как раз в медицине помогает искусственный интеллект для того, чтобы все эти множественные причины сложить и определить, какая из них реально более важна и какой вклад дает каждая. Например, вот были исследования по определению тому, как сахар поднимается после приема пищи. Конечно, очевидно, на эту микрофлору кишечника точно влияние оказывает, это прям вот бесспорно и уже подтверждено многими исследованиями. Но у одних людей эта глюкоза резко поднимается после еды, а у других плавно нарастает. Если люди едят одни и те же продукты, у кого-то резче вскакивает, у кого-то плавнее. И сейчас очень многие блогеры говорят, что это инсулинорезистентность все. А вот не всегда. Бывает, что инсулинорезистентность на это влияет, а бывает, что микрофлора в кишечнике на это влияет. И вот здесь как раз машинное обучение и искусственный интеллект помогают нам определить, например, это из профиля микрофлоры какие-то микробы так влияют. Или на это влияет количество клетчатки, или на это влияют жировые отложения. И поэтому такие тесты уже начинают делать. Но если спрашивать у ведущих экспертов, я у них спросил, следует ли использовать определение профиля кишечной микрофлоры для того, чтобы определять, какие продукты можно есть и какие нельзя есть. И все эти эксперты, о которых я упоминал, они сказали, что пока еще рано. То есть, в принципе, ориентироваться на эти данные можно, но пока еще на основании состава микрофлоры преждевременно делать какие-то четкие выводы о том, какие продукты есть можно, а какие нельзя есть. Ну, в целом, микрофлора, конечно, становится постепенно сильным нашим союзником в борьбе с разными болезнями. Но самое главное и самое мощное оружие, которое мы на сегодняшний день имеем для того, чтобы защитить нашу микрофлору, это, как ни странно, здоровый образ жизни. И, к счастью, что он распространяется все больше и больше, все шире и шире, и все больше людей становятся приверженцами этого здорового образа жизни. И влияние здорового образа жизни и питания на микрофлору, оно подтверждено множеством анализов, множеством исследований. И метагеномный анализ и использование пробиотиков, они очень хорошо дополняют как раз эту стратегию и лечения заболеваний, и исследования микрофлоры. Кстати, когда мы говорим про микробиоту, это чуть больше, чем микрофлора, потому что микрофлора – это то, что содержится у нас исключительно в кишечнике. А кишечник – это не единственное место, где у нас находится микрофлора. Поэтому в медицине и в научных исследованиях часто говорят не микрофлора, о которой мы все обычно думаем, а микробиота. То есть всеобъемлющая история, все вообще микроорганизмы, которые населяют организм человека. В особенности, конечно, это желудочно-кишечный тракт, но и другие места. И кожа, и ротовая полость, и половые пути, и дыхательные пути. И микробиота, она включает в себя не только бактерии, но и вирусы, и грибы, и целый вообще ряд микроорганизмов, которые могут играть значительную роль в пищеварении, в иммунитете и в различных функциях организма. И вот одна из коллег, Клотильда Васкис, доктор медицинских наук, руководитель отдела питания и эндокринологии, они в своем госпитале проводили конференцию недавно, помогал им фонд Химиса Диаса для того, чтобы организовать эту конференцию. Собрали множество экспертов и вот с ними обсуждали все научные достижения, которые на сегодняшний день есть. И, наверное, одним из главных выводов, я бы прям поставил ему номер один, а потом и остальные выводы тоже озвучу, что все-таки здоровая микрофлора – это самый сильный союзник в борьбе с болезнью. Но зависит все от деталей. Где она расположена, как она изменяется, какие продукты влияют на микрофлору и как эта микрофлора манипулирует хозяином. И, наверное, на сегодняшний день метагеномный анализ, который заключается в выделении ДНК как раз из микроорганизмов, которые колонизируют тонкий кишечник и секвенирование отдельных генов с определением того, к какому виду эти бактерии относятся и какое их назначение, он, наверное, дает самое четкое представление об основных семействах и штаммах бактерий, которые известны своими положительными функциями и отрицательными функциями. И в том числе определяется их количество, потому что некоторые в избыточном количестве присутствуют, а некоторые вообще отсутствуют в кишечнике. И такой метод, например, позволяет подтвердить, что есть избыток, допустим, протеолитических бактерий, которые расщепляют белок и уменьшают количество присутствующих других видов бактерий, конкурируя с ними за питание, вызывает, например, дефицит полезных микрофлор. И это позволяет, определение этих бактерий позволяет исправить все симптомы, которые у человека присутствуют. У них в больнице, в госпитале есть метагеномный анализ, у нас, кстати, в клинике тоже есть метагеномный анализ. Но в целом мы сегодня много знаем о микрофлоре, и, наверное, одним из важных моментов является второй вывод, что микрофлора очень сильно влияет на избыточный вес, ожирение, да и, в принципе, жировую болезнь печени. И в течение многих лет наблюдалась взаимосвязь между двумя большими семействами – это фермикуты и бактероиды. Это название бактерий, которые живут в кишечнике, и если их становится мало, то человеку становится плохо. Есть еще и отдельные виды, такие как Акермансия муцефила, которая очень любит слизь, и поэтому ее и назвали муцефила. Или муцефила, есть два варианта произношения, из-за которой страдает и слизистая оболочка, а из-за этого возникает уже и ожирение. Поэтому влияние на микрофлору и изменение количества и фермикутов, и бактероидов, и Акермансий, оно положительно сказывается и на ожирении, и на приеме лекарств, и на воспалительных процессах в нашем организме, где бы они ни происходили. И поэтому все ученые сейчас сосредотачиваются на том, чтобы серьезно подойти к проблеме изучения микрофлоры. Кроме того, есть очень много данных, например, по инсулинорезистентности, о которой я уже упоминал, и по сахарному диабету первого типа и второго типа. И хотя традиционно мы всегда считали, что первого типа диабет аутоиммунный, и есть наследственный вариант сахарного диабета первого типа, но есть и аутоиммунный, и вот по нему есть много данных, что он связан с изменением микрофлоры. Так же, как и диабет второго типа, про который мы обычно считали, что он наеденный, и оказывается, что он тоже связан с изменением микрофлоры. Поэтому дальше эти исследования будут продолжаться. Ну, а мы знаем, что очень важно поддерживать баланс микрофлоры, чтобы сохранить здоровье. И разные способы влияния существуют. Например, средиземноморская диета, которая положительно влияет на микрофлору. Или диета, богатая бобовыми продуктами. У людей с проблемой на микрофлорой бобовые вызывают в дутие газообразования. А постепенно добавляя бобовые, мы можем улучшить состояние нашей микрофлоры, ведь она развивается во времени и приучается к бобовому. Поэтому диета с бобовыми, с фруктами, с овощами, с уменьшенным количеством полуфабрикатов и обработанных продуктов, она положительно влияет на состояние микрофлоры. А если еще дополнительно физической активностью, то и тем более. Вообще потенциальным методом, чтобы бороться с нарушением микрофлоры, является средиземноморская диета. Средиземноморская диета показала во многих исследованиях свою эффективность, а еще дополняется это пробиотиками, пребиотиками, симбиотиками и постбиотиками. Это известная история, но тем не менее многие в этом путаются. Пребиотики – это непереваренные компоненты нашего рациона, которые благотворно влияют на микрофлору. И либо конвейером всех кормят микробов, либо избирательно стимулируют рост одного вида микробов, каких-то населяющих толстую кишку или ограниченного числа этих микробов. И таким образом улучшают здоровье. Поэтому, видите, пребиотики пребиотикам рознь. Бывают те, которые кормят всех, но есть уже и такие пребиотики, которые кормят отдельные виды микрофлоры. В противовес этому пробиотики – это живые микробы. И, соответственно, когда их человек принимает, они оказывают влияние на нашу собственную микрофлору и улучшают состояние здоровья. Но с пробиотиками тоже много вопросов, потому что есть вроде бы как живые, а есть вроде бы как высушенные микробы. Являются ли они живыми или нет – большой вопрос. И поэтому эффективность разных пробиотиков очень разная. Плюс все будет зависеть от того, какой вид бактерий в этом пробиотике есть. Где-то там лактобактерии, где-то бифидобактерии, где-то Ройтери, где-то Джи-Джи. Поэтому очень различная история. Ну и симбиотики – это микс, то есть смесь из пробиотиков и пребиотиков. Но, смотрите-ка, с пробиотиками вопрос. С пребиотиками вопрос. А если мы взяли и просто эти вопросы смешали, то эффект от симбиотиков очень спорный, очень спорный. Ну и моду набирают теперь постбиотики, их используют. А постбиотики – это биологически активные соединения, которые бактерии вырабатывают в процессе ферментации. В постбиотики попадают и убитые клетки бактерий, и компоненты клеточной мембраны бактерий, и продукты их жизнедеятельности. Грубо говоря, это какашки микрофлоры. Постбиотики – это то, что выделили и нагадили полезные бактерии в кишечнике, и вроде бы как постбиотики должны благотворно влиять на микрофлору, но это, опять же, до сих пор еще спорный момент. Но, возвращаясь к пробиотикам, как отметил Эмилио Гонсалес, доктор медицинских наук, результаты исследований по пробиотикам очень сложно анализировать, потому что разные штаммы, разное количество, при разных состояниях и прочих факторов, в том числе и с питанием. Поэтому есть исследования хорошего качества, в которых уже точно что-то подтвердили, а есть исследования плохого качества, в которых не смотрели ни дозировку, ни количество, не учитывали питание. Но те исследования, которые качественные, они показывают, что пробиотики дают хороший эффект при многих заболеваниях, особенно при желудочно-кишечных заболеваниях. И есть даже специально выведенные, так называемые, таргетные пробиотики, которые могут при конкретной болезни конкретный эффект создавать. То есть, прям целенаправленно. Например, там есть штаммы, которые положительно влияют на ситуацию, когда у человека депрессия. Есть штаммы, которые положительно влияют на ситуацию, когда у человека болезнь Альцгеймера или другие какие-то проблемы. Поэтому это активно дополняет лечение многих заболеваний, но с одной большой оговоркой, и Эмилио Гонсалес мне сказала об этом, что, в принципе, по всем исследованиям, если мы говорим про пробиотики, то их нужно принимать длительно. Ну, около месяца, не меньше, чтобы сформировался какой-то эффект, и микрофлора могла развиться под действием вновь закинутых в кишечник бактерий. Потому что одной капсулы пробиотика, ну, очевидно, не хватит для того, чтобы изменить микрофлору, так же, как и однократного переедания. Но самое удивительное, мне кажется, это влияние кишечника и микрофлоры на мозг, о котором тоже сейчас много говорят. И удивительное исследование провели наши коллеги из Пенсильванского университета. Им стало очень интересно, как здоровье кишечника вообще влияет на мотивацию заниматься спортом. Потому что мы знаем, что какие-то люди берут и ходят и занимаются спортом, им это в кайф, им приносит удовольствие какое-то. А другие люди, они так нехотя идут, позанимались, никакого удовольствия от этого не получили. И казалось раньше всем исследователям, что это генетика. Ну, то есть, есть какая-то предрасположенность человека заниматься спортом или не заниматься спортом. И вообще, вы знаете, во многих историях, когда непонятна причина, говорят, типа, это наследственное. И хотя на самом деле гены-то уже изучены. Так вот, исследователи из Пенсильванского университета, они как-то наблюдали за мышами, знаете. И есть мыши, которые в клетках бегают по этому колесику, знаете, крутят его и кайфуют от этого, и занимаются в кавычках спортом. А другие мыши лентяничают. И вот исследователи думают, ну, наверное, какая-то разница должна быть. Видите, какой пытливый мозг у этих исследователей. И они думали, что тоже сначала генетика. Взяли и проанализировали всю генетику этих мышей. И оказалось, что нет никакой разницы. И нет никакой генетической предрасположенности к занятиям спортом. И у людей точно так же, они тоже проверяли. Оказывается, на гены списать не получится наше некоторое лентяйство, скажут многие. Но нет. Кстати, напишите в комментариях, а вы занимаетесь спортом? Вам спорт приносит удовольствие? И что вы думаете по поводу пробиотиков, пребиотиков, симбиотиков и постбиотиков, тех самых какашек-бактерий, которые от них остаются в результате жизнедеятельности? А я с интересом почитаю то, что вы думаете, то, что вы пишете. А потом, может быть, мы проведем трансляцию и обсудим это все вместе. Ну что же, оказалось, что генетика никакого эффекта не оказывает на то, хочешь ты заниматься спортом или не хочешь. И в рамках других исследований эти же ученые смотрели, как вообще антибиотики влияют на мышей. А поскольку они были уже сфокусированы на том, как мышь крутит барабан и бегает в колесе, они заметили, что после лечения антибиотиками мыши хуже крутят барабан и бегают по этому колесику. И стали изучать уже микрофлору кишечника, потому что антибиотики на нее влияют. И даже провели полнометражное исследование, опубликовали его в журнале Nature. И теперь проверяют это исследование на людях, и предварительные данные показывают, что на людях та же самая история. Гипотеза была такая, что антибиотики влияют на какие-то виды микробов в кишечнике, а их там триллионы, убивают некоторых, и из-за этого человек хуже занимается спортом и не получает никакого удовольствия. И знаете, подтвердилось. Оказывается, мотивацию заниматься спортом создает именно кишечник. После лечения антибиотиками секвенировали РНК и микрофлоры и в мозге. И обнаружили, что лечение и устранение каких-то видов микрофлоры в кишечнике снижает активность клеток мозга, которые выделяют дофамин, а он заставляет человека чувствовать, как будто ты сделал что-то хорошее. Другими словами, те, кто получали антибиотики, у них вырабатывалась меньшая доза дофамина в мозге после бега и тренировки. И главный автор исследования, доктор наук Кристоф Тайс из Пенсильванского университета, он микробиолог, говорит, наше осознание полностью изменилось после того, когда они этот проект сделали. Оказалось, что микрофлора настолько влияет на дофамин в мозге, что человек может потерять вообще способность и желание заниматься спортом. И они детально изучили микрофлору, несколько лет они изучали, и оказалось, что есть два типа бактерий. Эобактерии Ректали и Капрококи. Они выделяют специальные вещества, они называются амиды жирных кислот. И они действуют на каннабиноидные рецепторы, кишечники. И эти рецепторы сигнализируют в мозг, и мозг понимает, что надо дольше сохранять дофамин и дольше получать удовольствие. И тогда в мозге, после долгой физической активности, пробежки, например, накапливается больше дофамина, и тогда человек чувствует себя хорошо, и потом снова идет на тренажер или за гантелями, или бегать, потому что получает от этого удовольствие. Поэтому вот этот вот путь от кишечника в мозг, скорее всего, гипотеза такая, что он развился для того, чтобы мозг лучше понимал, какое состояние желудочно-кишечного тракта и сколько в нем еды находится. И получается, что кишечные бактерии, если немножко утрировать, то они следят за тем, что происходит в толстом кишечнике, и сообщают мозгу, достаточной ли еды в кишечнике для того, чтобы потренироваться. Но вообще, конечно, там обитают сотни различных штаммов и видов бактерий, и поэтому генетическое исследование микробиома позволяет нам продвинуться и определить, какие конкретно у этого человека находятся бактерии. И, в общем-то, это группа исследователей, и второй вот коллега Тайса, Николас Бентли, тоже доктор медицинских наук, и биолог, то есть микробиолог и биолог, они теперь занялись разработкой такого комплекта микробов, которые бы давали людям так называемый кайф-бегуна. Вы знаете, люди бегают и получают вот это удовольствие некоторые, а кто-то страдает. Так вот, они теперь хотят сделать такую добавку даря спортсменов, чтобы, представляете, команду спортсменов накормить такой добавкой, и они покажут лучшие результаты, еще больше будут тренироваться. Поэтому существует действительно очень много возможностей изменить микрофлору в кишечнике и повлиять на нее, и через это изменить и собственную жизнь, и собственное самочувствие. Поэтому, друзья мои, надо дальше следить за новостями микрофлоры, я вам буду об этом периодически рассказывать, но если вы хотите более прицельно этим заняться, изменить свое питание для того, чтобы улучшить состояние кишечника, здоровье, то тогда приглашаю вас принять участие в гастромарафоне, которое так и называется. Трекер питания и дефицитов нормально есть. Там мы подробно разберем буквально в течение недели вместе с группой единомышленников то, как влияют разные продукты на микрофлору, что делает лучше ее, что делает хуже ее, от чего это зависит, в том числе и клетчатку, и сахар, и ферментированные продукты. И самое главное, непроизвольно, абсолютно, из-под воль внедрим это в жизнь для того, чтобы сделать наше самочувствие лучше. Ну, я напомню, не забудьте подписаться на гастробзоры у меня на сайте VeloF.ru Принимайте участие в прямых эфиров, которые я стараюсь сейчас более-менее регулярно приводить. Читайте посты, пишите комментарии обязательно. А мы с вами до скорого прощаемся, до следующего гастробзора. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok